Сегодня битмейкерский ютуб переполнен огромным количеством разношерстной информации, обзорами новых сверхинтеллектуальных и ультрасовременных плагинов, всяческими бедрум-фишками, сверхуникальными цепочками обработок, битами в стиле кого-то за 5 минут и прочим-прочим другим контентом, но почему-то фундаментальные и очень важные моменты умалчиваются. И поэтому сегодня мы с вами поговорим о 5 секретах битмейкинга, о которых принято молчать. Сейчас очень распространено мнение о том, что для того, чтобы писать биты, не нужно музыкальное образование. К распространению этого мнения в свое время приложил руку и я. Но если вы подумали, что прямо сейчас в прямом эфире я начну переобуваться, это не так. Я до сих пор уверен в том, что для того, чтобы писать биты, заканчивать музыкальное учреждение, школу, училище и консерваторию абсолютно не нужно. Более того, я встречал очень много случаев, когда музыкальное образование вгоняло людей в некие рамки, которых им было сложно адаптироваться при создании современной музыки. Да, они, конечно, очень умные. Они знают много классных, красивых слов. Но когда дело доходит до создания битов, очень часто, я не говорю всегда, но очень часто, там не все так однозначно. Поэтому получать музыкальное образование или не получать, это дело каждого. Единственное, что если у вас этого музыкального образования нету, то это не преграда абсолютно для того, чтобы начать писать биты уже прямо сейчас, если вдруг вы сомневаетесь. Но если у вас нет музыкального образования, это не значит и того, что вам не нужно его получить. Хотя бы какие-то базовые знания по музыкальной теории вам очень сильно помогут и облегчат жизнь. Но об этом почему-то никто не говорит. Мы можем услышать про какие-нибудь скейл-хайлайтинг в пианорол. Мы можем увидеть разборы каких-нибудь новых современных плагинов или там обновлений в FL Studio с генераторами аккордов. Мы можем там найти еще много обзоров всяких разных других приблуд, которых якобы облегчат вам жизнь. Но о том, что, дорогие ребята, озадачьтесь, пожалуйста, выделите пару вечеров и хотя бы базовую музыкальную теорию изучите, нам никто не говорит. Я уж не знаю, почему так происходит. Это факт. Как и то, что если вы изучите эту самую базовую музыкальную теорию, хотя бы что такое ноты, какие они бывают, что такое тональности, какие они бывают, какие ноты в эти тональности входят, как аккорды строить и прочее-прочее, то прогресс ваш пойдет в гору значительно быстрее, чем вы будете просто тыкать через одну белую, чтобы построить аккорд, не понимая вообще ничего, или там по этим скейл-хайлайтингам пытаться что-то написать. Поэтому, если вы до сих пор не разобрались, возьмите, выделите на это время. Я всем всегда рекомендовал и рекомендую чисто от души, и никакой рекламы здесь нету. Канал Richie Money по ссылочке в описании можете найти. Там все предельно просто, понятно. Сам по этим видео учился. Изучите, и вам станет намного проще. Вот это я гарантирую, потому что сам в свое время через это проходил. Второе. Тренировка слуха. Ни разу, ни от кого я не слышал подобных рекомендаций. Если слышали, можете, конечно, написать в комментариях. Может быть, кто-то тоже об этом говорит. Но я лично ни разу не встречал ни одного битблогера, который бы про это говорил. Мы можем найти очень много обзоров на новые, сверхсовременные плагины, в которых есть искусственный интеллект, которые могут сводить вам нажатием одной кнопочки. Мы можем найти кучу рекомендаций по поводу анализаторов на мастер-канале. И вот если у вас будет полосочка в тонал балансе попадать вот в эту рамочку, то все у вас будет отлично. Мы можем, опять же, найти вот эти вот советы по поводу скейл-хайлайтингов, да? Но никто, нигде, никогда почему-то не рекомендует тренировать слух. Хотя, казалось бы, что может быть очевидней, что если человек хочет заниматься музыкой, первое вообще, с чего ему надо начать, это с тренировки слуха, пусть от технического или же музыкального, тем более музыкального, чтобы если ты вдруг где-то налажал и не на беленькую поставил, или забыл проверить корневую ноту у баса, и у тебя бас вдруг звучит не в тональность, чтобы ты в первую очередь это услышал своими ушами. Нет ничего ужасного в том, что ты там не знаешь теорию даже, не знаешь, как строить и как прописывать бас. Но если ты не слышишь, что тот же бас, например, звучит не дисгармонично и не в тональность, не в тон, вот это вот страшно, и вот это очень страшно. И вот чтобы подобных казусов не было, когда приносят мне на стрим, например, бит, там играет бас, например, не в тон, ты это объясняешь человеку, а он говорит, ну я же все по белым прописывал, а как это не в тон? Я не знаю как. Но меня интересует вопрос, почему ты это не слышишь? Поэтому тренировать слух, это очень важно, это первое вообще, чем надо заниматься. Даже раньше, чем учить музыкальную теорию, это натренировать слух. Лучше, конечно, все делать одновременно, да? Но тем не менее, это очень важно. Музыкальный слух и технический слух. Потому что мы можем встретить кучу рекомендаций, вот используйте настройки, как вот здесь, вот используйте вот этот пресетик и прочее-прочее-прочее говно. Но если ты это все будешь использовать у себя в проектах, и при этом ты не будешь слышать, что оно действительно делает с твоим звуком, то твои биты будут откровенно вонять говной. А потом на меня не надо обижаться, когда я буду тебе об этом говорить, понимаешь? Очень важно, очень важно, если ты используешь какие-то плагины, важно слышать, что они делают. Если ты хочешь, чтобы твои биты звучали профессионально, если ты хочешь их сводить, ты должен слышать, что делает компрессор, что делает эквалайзер, что делает там, ревербератор, делай и прочее-прочее-прочее, ты должен это слышать. В противном случае использование всех вот этих настроечек, пресетов и прочего говна ни к чему хорошему тебя не приведет. И даже если мы будем придерживаться вот этого дурацкого мнения о том, что биты сводить не надо, достаточно подобрать звуки и отстроить баланс, это тоже нужно слышать. И для этого тоже нужно тренировать слух, чтобы ты умел грамотно отстраивать баланс и подбирать звуки. Почему об этом никто не говорит? Почему? Я не знаю. Наверное, потому что подобные рекомендации не принесут тебе просмотров. Может быть, конечно, это какой-то битмейкерский заговор, я не знаю, но факт остается фактом. Я ни от кого не слышал рекомендаций. Кстати, на сайты по тренировке слуха я оставлю ссылочку у себя в телеграм-канале. Так что переходите, подписывайтесь и отправляйтесь тренировать слух хотя бы 15-20-30 минут в день. Это очень важно. Я сам через это все так же проходил, поэтому я знаю, насколько это важно и полезно, потому что чем у тебя будет прокачанный слух, тем твой прогресс как битмейкера, как музыканта, будет опять же идти в гору намного быстрее. И самое важное, ты не будешь лажать. В данный момент я все еще веду набор битмейкеров к себе в команду. Я ищу только замотивированных ребят, которые хотят расти, обучаться, добиваться чего-то в битмейкинге. Я обучаю их всему, что умею и знаю сам. И в дальнейшем, после обучения, начинаем двигаться по пути развития нашего гэнга, по пути реализации наших битов, по пути работы с артистами. Так что если ты чувствуешь, тебе не хватает классного окружения единомышленников, знаний, опытного наставника, то по ссылочке в описании есть небольшая анкета, ты можешь ее заполнить, мы свяжемся с тобой и расскажем тебе, как попасть ко мне в команду. Заполняю анкету прямо сейчас, а мы едем дальше. Третье, о чем бы я хотел поговорить, о чем я тоже никогда ни от кого, ни от кого не слышал еще рекомендаций, это о тренировке чувства ритма. Зато я слышал распространенное мнение о том, что «Да че там эти битмейкеры?» Взял луп, накинул драмку с басом и все. А ты пойди сначала сделай драмку с басом таким образом, чтобы они хорошо по ритмике сочетались с лупом и для того, чтобы это потом все качало. Сначала сделай, а потом начинают это умничать. Ага. Конечно, для кого-то, возможно, это просто. У кого-то есть врожденное чувство ритма, у кого-то есть врожденный слух, он все хорошо слышит, он чувствует хорошо ритм, у него проблем не составляет это сделать. Но очень распространенная ошибка после баса не в тон это проблемы с чувством ритма. Когда в лучшем случае сэмпл с ударками просто не очень хорошо стакается по ритму, а в худшем случае, когда там просто пиздец, когда там и такая перкуссия, и другая, третья, пятая, седьмая, восьмая, десятая, двенадцатая, и в итоге кач вообще отсутствует напрочь. Почему? Потому что чувства ритма нет. И его надо вырабатывать. Если ты, конечно, хочешь заниматься музыкой, профессионально заниматься музыкой, достигать каких-то результатов, тебе нужно тренироваться. Это и какие-то специальные упражнения, можно найти на ютубе их куча. И также можно битбоксить, например. И не обязательно быть там рипсуаном, например, или вахтангом, да? Достаточно уметь просто делать пыцы-кыцы, но просто делать это ритмично. Отбивать ритм там кулаками, ручками, и я не знаю, чем угодно, по пузу себя пошлепать там, не знаю, девочки по попке пошлепать, да чем угодно. Потанцевать, в конце концов, там перед зеркалом, покрутиться, повыделываться. То есть битмейкинг это не когда ты открыл там и фэлочку, либо может быть есть у тебя проблемы с ориентацией Эблтон. Битмейкинг это образ жизни, и он следует за тобой на протяжении всего дня, где бы ты ни был. Где-то ты порефлексировал о звуке, где-то ты постоял, потопал в ритм музыке, где-то ты ритмично поджигал с там, с девочкой, где-то ты в душе там, на битбоксил что-то, пока мылишь голову себе, где-то ты услышал классный трек, и в голове его разбираешь уже по полчикам, анализируешь, как из чего он состоит. Так что если ты осознаешь, что у тебя проблемы с чувством ритма, если, возможно, ты ко мне приходил на стрим, и я тебе об этом говорил, либо ты где-то еще об этом узнал, то обязательно чувство ритма нужно тренировать. Это очень важно. Вплоть до того, что можно пойти записаться на барабаны. Это вообще идеально. Ну, если кайф умеешь, конечно. Следующий момент. Нужно постоянно учиться. Постоянно, постоянно учиться. Мы можем на ютубе узнать о том, что биты делать легко, биты можно научиться делать за 5 минут, что биты, как там у того-то, это легко, просто, и ничего не надо особого для этого уметь и знать. Но это все ложь. Если ты хочешь добиваться каких-то результатов, ты должен постоянно учиться и прокачивать свои навыки. А когда ты добьешься этих самых результатов, начнешь добиваться их, тогда ты должен еще больше этим заниматься. Потому что в этот момент, когда начинает все получаться, есть огромная вероятность и огромный риск попасть в ловушку того, что я уже все умею и все знаю. И вот если ты попадешь в эту ловушку, тогда в этот же момент ты уже начнешь деградировать, деградировать, и в один момент ты все нахрен растеряешь. Поэтому учиться нужно всегда. И учиться не только битмейкингу, как создать какой-то бит, как свести что-то еще, но еще надо учиться учиться. Потому что в наше время каждый второй может стать битблогером, как и битмейкером. И как битмейкером может назвать себя каждый, кто научился вставить прямую бочку, так и битблогером может стать тот же человек, который только что научился выставлять прямую бочку. И уже он будет мастер во всех битмейкерских вопросах. И хоть в свободе выражения своей мысли нет ничего плохого, по крайней мере для тех, кто и эти мысли выражает, но проблема в том, что те, кто смотрят ахинею, которую рассказывают нам 99% битблогеров, они от этого страдают, потому что они слепо доверяются человеку, который имеет ответ на их вопрос, у которого красивая картинка, поставленный голос, но он разговаривает красивыми и умными словами. А на деле мы имеем что? В интернете есть все. Но это все нужно уметь фильтровать. А на это нужно время, нервы, силы, терпение. И не у всех оно есть. И не у всех его хватает. Кто-то более упертый стоит на одном месте годами. И уж я могу это точно заявлять, потому что я провожу стримы, на которых я заценил биты с 2016, наверное, года. И я точно знаю людей, которые на протяжении всего времени тупо стоят на месте. В звуке. Как минимум. Как минимум в звуке. А те, у кого терпения поменьше, они просто забивают и все. Поминай, как звали. Более того, учиться надо не только тому, как писать биты, но и другим смежным навыкам. Потому что если ты только начинающий битмейкер, у которого нету лишних финансов для того, чтобы оформить группу, купить, заказать себе войс-тек, делать себе обложки, продвигать себя и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, ты должен этому всему учиться сам. Ты должен уметь в фотошоп, ты должен уметь вмонтировать видео, ты должен уметь в ютуб, ты должен уметь хотя бы записать себе войс-тек или что-то придумать, как сделать этот войс-тек и так далее, и так далее, и так далее. Битмейкер — это многофункциональное устройство. Особенно на начальном этапе, когда у него нет команды. Он должен уметь это все делать сам. Поэтому если вы думаете, что битмейкинг — это просто, это нихрена не просто. И следующий момент, который как раз-таки вытекает из предыдущего, это то, что нужно потно работать. Много и потно работать. И если у вас в голове витает картинка о том, как вы под пальмой где-нибудь или где-нибудь еще там на легке, на кайфе, на расслабоне пишите свои биточки и за это получаете деньги, то это нихрена не так. Потому что, чтобы добиваться каких-то результатов вам нужно очень потно работать, делать очень много музыки, делать эту музыку хорошо, налаживать коннекты. Как я и говорил до этого, если у вас нету бюджетов, если у вас нету команды, вы должны еще уметь делать себе дизайн, оформление и прочее, прочее, вести несколько социальных сетей, общаться с аудиторией. Потому что конкуренция, она хоть, конечно, и не такая, как там, на Западе, но и у нас сейчас конкуренция, мама, не горюй. Мы сейчас с командой налаживаем связи с артистами, с другими битмейкерами, там люди закидывают артистам биты пачками по 100-200 штук. Какова вероятность того, что ваши биты не потеряются? И это я не к тому, что невозможно. Нет, все возможно. Нет, в мире ничего невозможно, особенно если ты мужчина, и у тебя есть яйца, и ты готов ебашить ради своей цели. Но я тебе к тому, что если ты, например, хочешь выходить на больших артистов, то тебе нужно ебашить за десятерых. Это не попивая, сачок, сидеть под пальмочкой. Это потно и упорно работать. То же самое, если ты хочешь там двигаться на ютубе. Например, тебе надо как минимум 10-15 битов в месяц выкладывать туда регулярно на постоянной основе, чтобы ютуб в один момент тебя начал двигать. Но, наблюдая за этими всеми красавцами, может создаться иллюзия того, что это просто. Что достаточно взять лупчик, накидать на него биточек с басочком, и вот оно раз, два, три, и у тебя уже бит за три с половиной купили, там ты тому, того, того, того спродюсировал и все так просто, 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 да нихуя не просто. Просто, когда ты весь в мыле сидишь и работаешь, не покладая рук. Вот тогда в один момент станет все просто. Но об этом вам никто не будет рассказывать, потому что это не принесет просмотров, как минимум. И поэтому, если вы хотите заниматься битмейкингом, вы должны быть готовы хоть морально к тому, что вам нужно будет ебашить не меньше, чем на какой-нибудь стройке, складе, заводе, или где бы то ни было еще. И в одиночку это делать все очень сложно. Другое дело, когда у тебя есть команда единомышленников, с которыми вы вместе двигаетесь в одном направлении и делаете одно дело. Не важно, то продвигаете YouTube, ВКонтакте, отправляете биты артистам или что-то другое. Но вместе, большой, дружной толпой, это делать всегда намного проще. И вероятность того, что именно вы добьетесь каких-то результатов, будет намного выше. Поэтому, если у вас до сих пор нет команды, но вы хотите найти окружение единомышленников, то заполняйте анкеточку по ссылочке в описании. Мы с вами свяжемся и расскажем вам, как попасть в Гуру Гэнг.